Более 20 тысяч спасенных в жизни. Именно столько человек получили адресную помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова в течение года. Это дети и взрослые из Донбасса, раненые и тяжелобольные, пенсионеры и инвалиды. Сложные операции, доставка жизни на необходимых лекарств и продуктов тем, кто не может ходить, а тех, кому помогли и продолжают помогать. Сюжет Ольги Лостовецкой. Специалист программы «Адресная помощь» Юлия Герасименко встречает на столичном вокзале семью Агапиных из села Воздвиженка Донецкой области. Сразу едут в протезную мастерскую. Алексею оторвало пальцы на руке. Парень из любопытства поднял предмет, который бросили на дороге военные. Тот взорвался. Как только в штабе узнали об этом случае, не дожидались, пока попросят о помощи. Сами разыскали семью. Чтобы Алексей чувствовал себя полноценным, мальчику приобретут косметический протез. Я приложу максимум усилий, чтобы он в школу пошел с ручками уже. Стоимость такого протеза почти 30 тысяч гривен. Благодарна Ренату Ахмету за такой протез. Мы бы, наверное, не знаю, за сколько жили, мы бы не смогли поставить просто такую. Программа «Адресная помощь» благотворительного фонда Рената Ахметова успешно действовала и в мирное время. С 6 августа 2014-го уже гуманитарный штаб спасает мирных жителей Донбасса и переселенцев. 5 ноября 2014 года на стадионе возле Донецкой 63-й школы разорвался снаряд. Двое ребят, которые играли в футбол, погибли. Четверо получили тяжелые ранения. Президент благотворительного фонда и бывший ученик 63-й школы Ренат Ахметов полностью взял помощь пострадавшим на себя. Вечером мы попали в больницу, а утром уже фонд Рената Ахметова занимался нами. Семи погибших получили материальную помощь. Штаб оплатил похороны. С этой историей началось направление «Дети войны» в штабе, когда мы начали очень активно оказывать помощь раненым. Штаб оперативно предлагает поддержку всем раненым, сопровождает во время лечения. Ежедневно поступают сотни просьб о помощи. Люди звонят на горячую линию, пишут письма. Мы тут, все співробітники адресної допомоги, стаємо такими эмпатами. То есть мы відчуваємо чужу боль, мы приймаємо все на себе. Кому-то нужна инвалідная коляска. Спасибо большое. Кому-то жизненно необходимый препарат. Штаб помогает лекарствами сердечникам, эпилептикам, диабетикам. Только инсулин и тест-полоски получили почти две сотни детей. С двух Софиек из Донецкой области началась программа по установке детям-оклюдеров для сердца. Просто человеческое огромное спасибо, что помогли нам, нашему ребенку. Роман и Софика теперь лучше видят. Настя Скляренко ходит ровно. Очень большое спасибо фонду, что он помог мне начать новую жизнь. Коля Половинка теперь может слышать. Перемога – это когда дитина после тяжких поранений начинает самостоятельно ходить, когда никто не даёт шансов. Перемога – это тогда, когда дитина за допомогой слуховых пристроев начинает чути. За год работы специалисты штаба помогли почти трём сотням раненых на Востоке. Средства на сложное лечение и операции получили почти две тысячи детей и взрослых. Мы продолжаем работать в том же темпе, в том же режиме. Мы не опускаем руки. Программа «Адресная помощь» будет работать. И Ренат Ленинч пообещал, что он будет поддерживать жителей Донбасса. В течение года адресную помощь гуманитарного штаба Рената Ахметова получили 20 200 взрослых и детей Донбасса. Ольга Лостовецкая, Владимир Конопля, телеканал «Донбасс». Виктор Янукович не явился сегодня в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий. Боится за свою жизнь, пояснил его адвокат Виктор Сердюк, который прибыл вместо экс-президента на допрос. Сердюк подтвердил журналистам, что его подзащитный находится в России и готов там встретиться со следователями и дать показания. Однако место пребывания Януковича юрист не назвал. Генпрокуратура хочет допросить экс-президента по делу о растрате государственных 200 миллионов гривен. Мы готовы дать показания по вопросам, которые интересуют следствия в режиме видеоконференции. Этот вопрос был практически согласован. Либо в режиме личного предоставления показаний следователю, если он согласится прибыть на допрос для проведения действий на территорию Российской Федерации. Специальное расследование позволяет завершить следствие и без участия подозреванного. Но, опять же, эти все сообщения, они самые налаштованные на то, что на каком-то этапе, возможно, подозреванный все-таки захочет прийти и пояснить свою позицию. Между тем, сегодня адвокат экс-президента планирует обжаловать решение Генеральной прокуратуры о заочном досудебном расследовании. Виталий Сердюк считает такое рассмотрение противоправным, поскольку Януковича сняли с международного розыска и от следственных действий он не уклоняется.